Первые шаги по новой плитке малыши и взрослые делают с удовольствием. Здесь смоделирован кусочек идеального города, в котором есть место для детских площадок, а зеленые скверы и парки радуют глаз. Горожане подтверждают, в таком городе они бы жили с радостью. Если это возможно, то да, я хочу, чтобы такая плитка была у нас в городе. С комфортной городской средой, архитектурными проектами, домами будущего, композитными материалами и даже солнечными батареями посетителей выставки знакомят больше 250 производителей не только из России, но и Турции, Германии, Польши. «Югбилд» – это выставка с историей. В этом году ей 30 лет. О том, как поменялась за эти годы экспозиция и вся строительная отрасль на открытии площадки, говорит губернатор края. Выставка «Югбилд» стала часть истории нашего края, одной из визитных карточек нашего региона. Задумайтесь, выставки 30 лет. Отличная черта «Югбилда-2020» в современнейшем новом подходе, который в целом сегодня реализуется в нашем крае. Можно и нужно много строить. Но можно и нужно строить надежно, качественно, удобно. Вот такое сегодня жилье востребовано жителями нашего края. Конечно, только такое жилье сделает экономику строительному сектору. Сразу после официальной части глава региона отправился в исторический центр краевой столицы. Точнее, к макетам с предложениями, как его изменить. Новые проекты предлагают чуть ли не каждый год, но, как правило, все сводится к кардинальной перестройке и увеличению этажности. Позиция губернатора однозначная. Сложившийся архитектурный облик нужно сохранить. Мы обсуждали, что проект в центре должен быть обязательно связан с проектом на новых территориях. Когда экономика может срастись. Там высотные дома, здесь малые. Абсолютно сбалансировано. То есть там строят пусть до небес, с районами, но с парковками, зелеными зонами, со школами, детскими садами. А здесь выдерживают комфорт, потому что наш исторический центр. И на историческом центре зарабатывать никто не будет. И неправильно зарабатывать на историческом центре. Это для горожан. То место, к которому они привыкли, к которому они выросли, где комфортно находиться. Потому что на самом деле не такие широкие улицы и не такие высокие дома. Вот это принципиально отличает наш исторический центр, может быть, от других аналогичных городов. Да, и мы должны это собрать. Все. Не широкие улицы и не высокие дома. Иначе, если мы нарушим этот баланс и сделаем высокие дома, а улицы останутся прежними, они останутся прежними. Еще раз подчеркиваю, мы как мыши в лабиринте будем находиться. Абсолютно. Интересно, что с каждым годом растет не только общее количество участников, но и число кубанских производителей. В этом году фирмы с Краснодарского края – шестая часть. И местные фабрики уж точно не уступают европейскому уровню. Конкурентоспособность региональных деревообработчиков губернатор отмечает у стенда Абинского завода. Здесь сделали уверенный шаг от классики к модерну и не ошиблись. Продукции абсолютно много. Модерн, современный стиль для нас – это не новость. Хотя раньше мы любили классику и нас всегда знали как классическую компанию, которая кроме классики ничего не делает. Конкурентоспособность, она в первую очередь обустроена гибкостью предложений и быстрого реагирования на спрос рынка. Вы это делаете очень профессионально. За счет этого и достигаете сегодня тех результатов, которые у вас есть. Кроме традиционной продукции – мебели, арматуры, отделочных и интерьерных материалов, инженерного оборудования – на выставке можно встретить и инновации. Например, солнечные батареи, которые позволят сэкономить на электричестве и топливе. Да и экологии не повредят. С заботой об экологии придумал свой бизнес и предприниматель из Мостовского района. Он реализовал идею превращения вредного использованного пластика в экологичную плитку. Губернатор заинтересовался идеей и дал поручение своим заместителям поддержать производителя. В сырье у него недостатка точно не будет. Вы принимаете пластик, бутылки и все, что бывшее потребление. Абсолютно. И из этого, что, в принципе, тысячелетия даже перегнивать, то есть вы делаете плиток. Да, и продукт получается очень качественный. Он не боится, он морозостойкий, не впитывает влагу. То есть мы можем даже гарантию до 10 лет давать на эту продукцию. Если мы берем пластик, превращаем его в такую же плитку, по качеству не хуже, то по большому счету это для нас очень серьезный выход для 6,5 миллиона Кубани и 17 миллионов туристов, которые после себя столько пластика оставляют. А если мы сможем перерабатывать в эту, то почему бы это не делать, коллеги? Возьмите и доложите мне только по результатам. Доложите мне. Доложите. Удачи, коллеги. Спасибо. Чтобы местных производителей заказчики смогли увидеть не только на выставке, в региональном департаменте промышленности создали каталог. В нем собрали все фабрики строительных материалов Краснодарского края. В справочнике есть все, чтобы национальный проект «Комфортная городская среда» исполнить силами региональных производителей. Благоустроить дворы, реконструировать скверы, модернизировать детские площадки. В рамках вашего поручения мы разработали вот такой каталог производителей нашей кубанской промышленной продукции для реализации проекта «Комфортная городская среда». И сегодня этот каталог рекомендован всем муниципальным образованием для использования при подготовке проектов в рамках реализации национальных проектов. Очень важно, коллеги, еще раз подчеркиваю, все, что производят наши производители, в том числе строительные напитки, кирпич, все, что мы видели, оно должно быть в нашем каталоге того, что производится из строительных материалов в Краснодарском крае. И максимально предлагать это нашему строительному комплексу, нашим застройщикам. Это принципиально важно. Мы должны сбалансировать интересы наших производителей строительных материалов с нашим строительным комплексом, сбалансировать интересы. Мы сегодня производим, я сказал бы, не то, что не хуже, лучше. Найти своего покупателя и заявить о себе – главная цель для участников. Выставка – это не соревнование, а здоровая конкуренция. Секрет привлечения покупателя у каждого свой. Кто-то берет инновациями, кто-то завлекает низкими ценами. Но в чем участники экспозиции не уступают друг другу, так это в возможности удовлетворить любой спрос. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.